Это программа День с толком, студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В плачевном состоянии, почему в край растаяли дороги и когда их начнут ремонтировать? Подрывы льда с вертолета, оценка обстановки в зоне подтопления, ситуации с паводком в регионе. Пейзажная живопись, сюжетные работы и портреты. В Барнаул прибыли подлинники картин Рериха. Итак, взрывные работы на реках края сегодня продолжили вести МЧС, чтобы не допустить заторов льда и возможных подтоплений прибрежных населенных пунктов. Ситуация с паводком в ряде территорий по-прежнему остается сложной. И вот сегодня, что называется, на месте обстановку оценивают заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко и начальник управления Алтайского края по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Михаил Плешивцев. В ходе поездки за два дня они должны посетить немецкие национальные, хабарские и тюменцевские районы, а также город Камень-на-Аби. Там они проанализируют, как в районах организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, посетят пункты временного размещения граждан и пообщаются с местными жителями, которые пострадали от паводка. Самая главная задача это оценить обстановку, оценить ущерб, причиненный населению, ну и, конечно же, заверить жителей в том, что вся необходимая помощь будет оказана по ликвидации последствий паводка. В Камне-на-Аби пока опище здесь стоит, но в Шалаболикинском районе уже сегодня решением оперативного штаба были проведены взрывные работы заторов, спасатели готовы. Довольно напряженной ситуацией остается сейчас и в Тольменском районе, где уже несколько дней активно ведут взрывные работы на реках, устраняя заторы. Сначала большая вода угрожала райцентру, после селу Зайцево, но ситуацию удалось нивелировать. А вот сегодня вода подошла близко к селу Шипицыно. От подтоплений, как выяснилось, страдают населенные пункты и в Топчихинском районе. Вот такое видео выслали нам жители села Листвянка. Люди жалуются, что им в их беде никто не помогает. Ты открыл? Ох... Полный пол. Воды... Ужас... О-о-о, полный двор. Но... Место плавает. Все плавает. Добавим, всего в крае, по официальным данным, остаются подтопленными 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в четырех муниципалитетах. Юлия Щепина. День с толком. А власти Барнаула взяли паводковую ситуацию в Затоне на особый контроль. Там на случай прихода большой воды провели подготовительную работу. Развернули понтонный мост, сделали отцепные дамбы, организовали пункты временного размещения и заключили с речпортом договор на эвакуацию людей. За последние сутки ОП в районе Барнаула упала на 10 сантиметров, но она еще может подняться. Накануне в микрорайоне Затон из-за повышения уровня воды на 439 сантиметров перекрывали движение на остров Шубинский. Сегодня дорогу открыли, но в случае ухудшения паводковой обстановки движение на остров снова могут перекрыть. Живу я здесь с самого рождения, уже 45 лет. Информированы, мы постоянно получаем памятки, предупреждения, чтобы готовились жители. То есть жители сами поднимают какие-то ценные вещи наверха. То есть как-то готовятся, насыпают, делают деревянные помостки какие-то во дворах. Информирование граждан о необходимых действиях на случай потопления – одна из приоритетных задач власти города, которая ситуацию с паводком в поселках Затон и Ильича взяла на особый контроль. Мои коллеги по спасению и мои коллеги по помощи. Огромное вам спасибо, что вы прибыли на нашу территорию, что вы готовы нам помочь, потому что у нас сейчас действительно сложилась сложная ситуация, и нам без помощи пока никак не обойтись. Спасибо вам за это. На оперативном аппаратном совещании, которое прошло накануне, озвучили первостепенные задачи по подготовке поселков к приходу большой воды. Нужно пересчитать людей, скот, имущество, чтобы во время возможной эвакуации никого не забыть. В Затоне на две с лишним тысячи жителей приходится 418 несовершеннолетних, пять детей-инвалидов и 25 маломобильных граждан. Определены предположительные места эвакуации этих людей, либо это стационар, госпитализация стационар, либо размещение родственников. Три пункта временного размещения открыли в школах. Доставлять людей, готов речной транспорт. Перевезти в безопасное место смогут не только людей, но и скоты, ценные вещи. Задача жителей – быстро собрать необходимые, взять документы и запасы для пропитания. Принято решение повторно совершить подомовые обходы, для того, чтобы еще раз напомнить жителям о действиях в период паводка. На территории микрорайона Затона расположены три сиренно-речевые установки, которые прошли необходимую проверку. И в случае их необходимости они будут задействованы для оповещения населения, что уровень воды в реке становится критическим. Также на специализированную аппаратуру заведены номера телефонов жителей, и они будут еще оповещены посредством СМС-сообщения. Сейчас в Затоне делают насыпные дамбы для водоотвода, чтобы жителям не пришлось покидать свои дома. Однако, если придется какое-то время жить в изоляции, администрация заключила договоры с предпринимателями на поставку продуктов в местные магазины. Дарья Ирошина, День с толком. К другим темам. Плачевное состояние алтайских дорог после зимы подтвердил сегодня руководитель Краевого министерства транспорта Антон Воронов. На пресс-конференции он пояснил, с чем это связано, и рассказал о том, когда начнется ремонт магистралей. С приходом весны шутка о таянии асфальта вместе со снегом перестает быть смешной. На улице то минус, то плюс, зимний дождь и дорога, как стиральная доска. Везде ямы до ямищи. В Минтрансе проблему признают и заверяют ситуацию на контроле. Скоро дорогами займутся. Эта неделя должна была стать неделей активного ямочного ремонта. Но погода вносит коррективы. Избегая низкого качества, соответственно, будут работать наши дорожные службы только в оптимальных погодных условиях. Но по федеральным автомобильным дорогам и региональным уже это начатое. Некоторые муниципалитеты тоже начали. Поэтому, учитывая крайне сложную зиму для дорожников, стоит немного подождать, будет все приведено в порядок. В текущем году в регионе планируют отремонтировать более 600 километров дорог. Но цифра не окончательная. Общий дорожный фонд составляет больше 20 миллиардов рублей. Примерно 2,5 пойдут на поддержку муниципальной сети края. Остальные на региональные и федеральные трассы. В этом году нацпроект «Безопасные и качественные дороги» идет к завершению. По нему была задача отремонтировать не меньше половины автомагистрали региона. Но на будущее планы не менее амбициозные. Подписали соответствующий меморандум с Росавтодором. Будем приводить в течение следующих пяти лет, начиная с прошлого, нашу опорную сеть, соединяющую наш регион с регионами и соседними государствами, в надлежащее состояние, на ближайшую пятилетку цель содержать эти автомобильные дороги, участки наших улиц именно в состоянии, в том, который достиг нацпроекта. Глава Минтранса напомнил, что два года назад в регионе начали заготавливать инертные материалы в круглогодичном режиме. Это позволяет закупать щебенку и песок зимой по более низкой стоимости и тем самым сдерживает среднегодовой рост цен на обслуживание дорожной сети. Чтобы наносить меньший ущерб полотну, летом сыпучий материал будут транспортировать больше речным транспортом, чем наземным. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Лесопожарные формирования края приведены в повышенную готовность. Об этом сегодня рассказал временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский. Напомним, с завтрашнего дня, 12 апреля, на территории всего края начнет действовать пожароопасный сезон. Подготовка к нему, отметили сегодня участники итогового совещания Министерства природы, началась задолго. Принят целый комплекс профилактических мер, а сейчас боевую готовность перевели и все лесопожарные подразделения. Все лесопожарные формирования сформированы, находятся практически на боевом дежурстве. То есть при возникновении лесных пожаров готовы выехать и приступить к борьбе с лесными пожарами. В Минприроде также отметили, что по многолетней статистике, первые природные пожары начинаются именно в середине апреля. В этом году на охрану алтайских лесов от огня из федерального бюджета выделено порядка 130 миллионов рублей. Всероссийская ярмарка трудоустройства продолжает работу в Барнауле. Накануне, в первый день, ее посетило несколько тысяч человек. Многие заинтересовались возможностью трудоустроиться на Барнаульский пивоваренный завод. О том, какие перспективы открываются для работников предприятия, расскажем далее. Крупнейшие региональные работодатели на одной площадке – набережной Барнаула. Здесь проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства. 40 палаток от разных предприятий и каждый неподдельный интерес. Соискатели интересуются размером зарплаты, режимом работы, условиями труда и даже корпоративной культурой организаций. Многие подходят к палатке Барнаульского пивоваренного завода. Мы предоставляем нашим работникам бесплатное питание. Часть коллектива у нас занимается спортом, то есть предприятие вносит свою лепту в этот блок. Работники, те, которые побеждают в наших ежегодных конкурсах, выезжают в Горный Алтай туда же. Ну и многие-многие другие вещи. Помимо этого мы же оказываем поддержку различным медицинским, культурным учреждениям. Барнаульский пивоваренный – социально ориентированное предприятие. Своим сотрудникам завод оплачивает путевки в детские лагеря. По договоренности с работником может установить гибкий график. На предприятии имеется даже собственный медпункт. Но и это не все преференции для сотрудников. Работникам оплачиваем телефонную связь. Тем, кому это обязательно нужно. Сейчас у нас два автобуса ходят, доставляем людей. Завод постоянно думает о том, чтобы привлекать новых рабочих. А для этого как раз и нужна эта социальная политика. На БПЗ рады пополнению команды. Здесь всегда востребованы рабочие руки. Особенно в летнее время, когда объемы производства возрастают. В теплый сезон как минимум на 50 сотрудников больше, чем обычно готовы принять на заводе. Требуются операторы на линию, аппаратчики процесса брожения, варщики пищевого сырья и продуктов. К слову, многих студентов такие вакансии заинтересовали. А кем бы вы поработали? Ну, я не знаю, здесь много профессий. Время подумать еще есть, думаю. Ну, например, аппаратчикам процесса брожения. Действительно заинтересованы? Ну, почему бы нет. А на какую зарплату рассчитываете? Ну, по качеству той работы, которую я выполняю. Ну, мне кажется, так как сам завод престижный, значит, и условия работы очень такие на высоком уровне. Иначе люди бы там совсем не работали, и он бы не был таким классным. Высокий престиж предприятия, стабильная достойная зарплата – все это АБПЗ. Там даже начинающий специалист без опыта получает от 33,5 тысяч рублей. Притом, всегда есть возможность обучаться и повышать квалификацию. Барнаульский пивоваренный стал вторым домом уже более чем для тысячи человек. В Барнауле эмигранта привлекут к судебной ответственности за похотливые действия рядом с девочкой. Следствие закончило расследование по делу роженца Таджикистана. Помимо сексуального преследования, его обвиняют в покушении на взятку. Напомним, ситуация развернулась и в июле прошлого года. По предварительной версии, 29-летний мужчина, двигаясь по улице Антона Петрова, совершил иные сексуальные действия на глазах 11-летней девочки. Однако она успела запечатлеть это на видео. Вскоре оно облетело все социальные сети. Мужчина, поняв, что его разыскивают за совершение преступления и он не сможет покинуть территорию страны, решил обратиться к должностному лицу миграционной службы, предложив за взятку в размере 65 тысяч рублей изготовить ему поддельный паспорт гражданина Российской Федерации. В момент передачи денег мужчину задержали сотрудники ФСБ. Сейчас его обвиняют по трем статьям. Наибольший срок по одной из них – 20 лет лишения свободы. Научиться оплачивать покупки онлайн, отправлять друг другу открытки в WhatsApp и быть на одной волне с внуками. У бабушек и дедушек в Барнауле появилась возможность обуздать современные технологии. Почему герои нашего сюжета поменяли свои кнопочные телефоны на современные смартфоны и кто им в этом помогает, расскажет Ирина Корчагина. Кнопочки достаточно мелкие, и чтобы было удобнее работать, существуют стилусы. Как отправить открытку в WhatsApp и купить товар на маркетплейсе и отправить мошенников в положенное ему место. Эти продвинутые бабушки выкинули свои кнопочные телефоны в пользу современных смартфонов. Так в Барнауле проходит урок в рамках программы «Азбука интернета». Пенсионерам раздают пособия, чтобы максимально подробно рассказать, как пользоваться телефоном. Есть у людей старшего возраста некоторая боязнь каких-то новых гаджетов, боятся не туда нажать. Плохо запоминают, какие функции расположены. То есть приходится повторять, может быть, что-то по несколько раз. Мне бы очень хотелось в телефоне музыку, музыку от звонка сына, от сына звонок, от дочери звонок, от мужа. Звук специальной музыкой, чтобы это, я знаю, что, ага, это позвонили мне коллеги. Вот сотовые, вот как я не знаю, как мы раньше вообще жили без него. Сейчас это же золото, я не знаю, это прям вот кто-то придумал такой, дай бог ему здоровья. Бабушки и дедушки открывают для себя, что на телефоне они могут не только слушать музыку, звонить или писать смс. С помощью гаджета сегодня даже пенсионеры уже оплачивают услуги ЖКХ и делают покупки онлайн. Но здесь есть и другая сторона – мошенники, на которых часто ведутся и молодые люди. В пособии и на таких занятиях пенсионерам подробно рассказывают, как не стать жертвой киберпреступлений. Я сразу не свой номер и все, у меня все свои подписаны, а это я все выкидываю, не отвечаю на чужие телефоны. Кстати, эти пособия нельзя купить, но можно найти в краевых детских библиотеках. И, конечно же, теперь и эти бабушки понесут новые знания в массы, точнее, в свои чаты. Каждое утро мне присылают столько «Доброе утро», говорят, и я говорю, что все живы-здоровы, мои друзья, очень приятно, да, все живы-здоровы, и я здоровая, и они знают, что я тоже здоровая. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка. Более 130 юных алтайских журналистов участвуют в краевом фестивале «Свой голос», который стартовал в классическом университете. Газета «Сами» организует мероприятие уже в 24-й раз. В течение двух дней участникам предстоит поделиться на редакции, каждой из них создать по 4-5 медиапродуктов. Это репортажи, интервью, зарисовки, опросы и материалы других жанров. Нынешний фестиваль посвящен Году семьи, и вот наши дети идут в творческие командировки. Мы стараемся подобрать очень разные организации, то есть кто-то сегодня пойдет во дворец бракосочетания, а кто-то пойдет в органы опеки и попечительства, которые занимаются тем, что изымают детей из семей, из неблагополучных. Также для юных журналистов организуют пресс-конференции с разными спикерами, к примеру, с семейным фотографом или многодетной матерью. Помогают в создании материала в детям, традиционно студенты, журналисты из АГУ. Опять же, все мы разные, и в редакции у нас разные кураторы. Самое сложное – договориться с каждым и держать контроль, чтобы не стать каким-то плохим человеком для ребенка или для своего коллеги. И при этом все контролировать. Углубить свои знания в области журналистики на фестивале могут не только дети, но и их медийные учителя, немало которых из районов края. Для последних занятия проводят преподаватели разных вузов региона. Гималайская живописи, графика, а также необычные скульптуры. Всего более 70 произведений искусства, посвященных жизни и творчеству Николая Рериха, готовы встречать своего зрителя в художественном музее края. Эта выставка откроет череду юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения художника и философа. Как готовили экспозицию к показу, расскажем далее. Подготовка полным ходом. Государственный художественный музей распаковывает картины и скульптуры к торжественному открытию выставки «Кулу. Серебряная долина Рерихов». Экспонаты доставили из Москвы. Принимают участие здесь художники из разных регионов. Есть скульпторы из Красноярска, есть художники из Оренбурга. Это сборный проект художников, посвященный теме, единой, концептуальной, раскрыть священный образ долины Кулу. То есть того места легендарного, исторического и природного, живописного, где находилось имение Рериха и до сих пор оно существует и теперь функционирует как музей. На выставке представили больше 70 работ и алтайских художников в том числе. А ее предыстория началась больше 30 лет назад, после поездки российских художников в усадьбу Рериха в Индии. Там они написали множество произведений, занимались восстановлением имения и разбором архивов. Перед вами человек стоит, который нашел дневники Николая Кстатиньевича Рерих, его трансгамаловская экспедиция. И мы эти дневники ночами читали. Вот в этом подвале при свете лампы летучая мышь я раскрываю дневник. И на полях этого дневника надпись, касая «Благостави препятствия, ибо оно путь к совершенству». Это стало жизненным девизом Владимира Анисимова. А атмосфера места сподвигла художников на создание шедевров. Гималайская живопись, графика и необычные экспонаты, например, яблоко Рериховского сада или ваза Шамбала, которую Владимиру Анисимову подарили около 40 лет назад. Вот сейчас она такая прям свежая, без изъянов, но через несколько лет она будет жить, трещать, от нее будет отваливаться. А я говорю, Дмитрий Николаевич, а почему так-то? Да. А я, говорит, нарушил химию. Я здесь эксперименты ставил, и химические действия до сих пор идут. И вот я ее подклеиваю, подрабатываю. Торжественное открытие выставки состоится 12 апреля в 16 часов. Посетить ее можно до 13 мая. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова